Новый год это самое подходящее время для чтения сказок, а особенно русских народных. Народные сказания удивительным образом забавляют, развлекают, чему-то обучают, но и в то же время там идет постоянная борьба среди злых и добрых сил. Привокзальная библиотека номер 4 предлагает вам послушать русскую народную сказку «Морозко». Жили-были старик да старуха. У старика была своя дочка, у старухи своя. Свою дочку старуха нежила, голубила, а стариковую дочку не взлюбила, всю работу на нее взваливала, за все ее ругала, пронила. Девушка ни от какой работы не отказывается, что велят сделать, все сделает. Лучше и не надо, люди на нее смотрят, нахвалиться не могут, а старухиной дочке только и говорят. Вот она ленивица, вот она бездельница. Старуха оттого еще злее становилась, только и думала, как бы совсем извести, погубить падчерицу. Вот раз поехал старик в город на базар. Стала старуха со своей дочкой сговариваться. Тут-то мы ее ненавистную и сживем со свету. Кликнула старуха девушку и приказывает. Ступай в лес, набери хворосту. Да у нас и без того хворосту много, отвечает девушка. Закричала старуха, затопала ногами, накинулась вместе с своей дочкой на девушку и вытолкала ее вон из избы. Нечего делать, отправилась девушка в лес. Мороз-то так и трещит, ветер-то так и воет. А старуха со своей дочкой по теплой избе похаживает. Одна-другой говорят, не вернется ненавистная, замерзнет в лесу. Пришла девушка в лес, остановилась под высокой густой елкой и не знает, куда дальше идти, что делать. Вдруг послышался шум да треск. Скачет морозка по ельничку, скачет морозка по березничку. С дерева на дерево поскакивает, похрустывает да пощелкивает. Спустился с елки и говорит, здравствуй, красная девица, зачем ты в такую стужу в лес забрела? Не стала девушка раздумывать, сразу за работу принялась. Сдостынут пальцы, она подышит на них, отогреет и опять, знаешь, шьет да шьет. Так всю ночь и не разгибалась. Утром возле елки снова шум да треск послышался. Морозка пришел, взглянул он на рубаху, похвалил. Ну, красная девица, хорошо ты работала. Какова работа, такова и награда будет. Одел он девушку с собой в шубу, повязал узорным платком и вывел на дорогу. Поставил перед ней большой кованый сундук и говорит, прощай, красная девица, здесь уж тебе добрые люди помогут, до дома проводят. Рассказала ему девушка, что не по своей воле она в лес за хоростом пришла, ничего не утаила. Выслушал ее Морозко и говорит, нет, красная девица, не затем тебя сюда прислали. Ну, уж если пришла в мой лес, покажи, какова ты мастерица. Шем из этого холста рубаху. Подал Морозко девушке кусток холста, иголку до нитки, а сам ушел. Сказал и исчез, как будто и не бывало его. А в это время старик домой из базара приехал. Где моя дочка, спрашивают. Она еще вчера в лес ушла. Да вот и не вернулась. Стревожился старик. Не стал распрягать лошадь. Тотчас же в лес поехал. Глядит. На дороге возле опушки его дочка сидит. Нарядная да веселая. Усадил старик ее в сани. Морозким сундук с подарками туда же взвалил и повез домой. А старуха с дочкой дома сидят, пьют, едят. И так говорят, ну живая она домой не вернется. Одни косточки привезут. Собачка возле печки потявкивает. Тяв, тяв, тяв. Старикова дочка дорогие подарки везет. Старухину дочку никто замуж не возьмет. Тут ворота заскрипели. Дверь в избу отворилась. И вошла девушка. Нарядная да румяная. А за ней люди большой сундук внесли. Весь морозными узорами изукрашенный. Кинулась старуха со своей дочкой к сундуку. Стали наряды вытаскивать. На лавке раскладывать. Стали спрашивать, от кого такой богатый подарок получила. Как узнала старуха, что морозка девушку наградил. Забегала по избе. Оделала, закутала свою дочку. Сунула в руки узелок с пирожками и велела старику везти ее в лес. Она два таких сундука притащит. Привез старик старухину дочку в лес, оставив ее под высокой елкой. Стоит она, по сторонам озирается, добронится. Что это морозка так долго не идет? Куда он пропал? Тут послышался шум дотреск. Скачет морозка по ельничку, скачет морозка по березничку. С дерева на дерево поскакивает, похрустывает да пощелкивает. Спустился с елки и спрашивает. Зачем красная девица пожаловал ко мне? Или сам не знаешь? За дорогим подарком пришла. Усмехнулся морозка и молвил. Покажи-ка сначала, какова ты мастерица. Свяжи мне рукавицы. Подал ей спицы до шерсти кубок, а сам ушел. Старухина дочка спицы в снег кинула, кубок ногой отбросила. Где это видано? Где это слыхано? Чтоб в такую стужу вязать, это кипается, отморозишь. Поутру затрещала, захрустела. Морозка пришел. Ну, красная девица, покажи, как ты мою работу справила. Накинулась на него старухина дочка. Какая тебе, старый дурень, работа? Или ослеп? Не видишь? Изябла я тут, чуть жива. Ну, какова работа, такова и награда будет, молвил морозка. Тряхнул он бородой, дунул и поднялась тут вьюга до метель. Все тропинки, все дороги замело. И старухину дочку снегом завалило. А морозка исчез, будто его и не бывало. Старуха старику выспаться не дала. Чуть свет подняла. Приказала за своей дочкой отправляться. А сама принялась блины да пироги печь. Собачка под столом сидит да потявкивает. Старикова дочка скоро замуж пойдет. А старухина дочка в лесу пропадет. Старуха собачке и блины, и пироги бросала. И кочергой больно колотила. Замолчи, негодная. А собачка, знаешь, свое утвердит. Тяф-тяф. Старикова дочка скоро замуж пойдет. А старухина дочка в лесу пропадет. Сполошилась старуха. Как бы и вправду чего худого с моей дочкой не случилось. Как бы в пути дорогие подарки не растеряла. Накинула на шубу, повязалась платком и пустилась до гонку за стреком. А метель еще пуще воет, еще пуще крутит. Совсем дорогу замело. Сбила и злая старуха с пути и завалила ее снегом. Старик поискал, поискал в лесу старухину дочку. Не нашел. Вернулся домой, и старухи нет. Собрал он соседей, пустился с ними на поиски. Долго искали. Все сугробы перерыли, да так и не нашли их. Стал старик жить вдвоем со своей дочкой. А как пришла весна, посватался к девушке добрый молодец из кузницы-кузнец. Сыграли веселую свадьбу, и стали они жить в любви до согласии. И сейчас живут. Сказка получилась очень поучительная. А мы рекомендуем вам также к прочтению сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсона, «Волшебная зима» Туви Янса, произведение Гоголя «Ночь перед Рождеством», произведение Благого «Юбилей Деда Мороза», а также Чарльза Диккенса «Рождественские повести».